Всем привет и слава Украине! Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Васазы. И сегодня у нас подведение итогов недели в дипломатии с хорошо знакомым и любимым вами Валерием Чичинашвили. Приветствую, Валер, очень рад тебя видеть. Приветствую, Гелла, героем славы, верим в ЗСУ. Подписывайтесь на канал, это нам помогает в работе с вами. Спасибо. И давай приступим. Давай начнем с тем. Много, но вот то, что обязательно я должен спросить, это заявление Соломы Зуробишвили по поводу того, что Украина при подписании мирного договора должна включить пункт о деоккупации грузинских территорий. Ну, я не знаю, я близко к тех, кто привел. Может быть, я где-то перебрал, но так или иначе, немного странное заявление, мягко говоря. Ну, президент Грузии говорил это не только в отношении позиции Украины. Она это высказала, эту дидактическую, дидактическое положение в отношении всех участников переговорного возможного будущего процесса. И коллективного Запада, который мы называем Рамштайн-групп, и Украины, и России сказала о том, что Россия должна выучить, где у нее должны быть границы, и поэтому это должно быть определенной частью мирного договора и так далее. Вообще, это классический пример того, как хорошая, хорошая, правильная идея, озвученная в неправильное время, в неправильной форме, в неправильном контексте и из неправильного источника может стать контрпродуктивной. И мы это, к сожалению, по широкому отклику и реакции, по широкой реакции в социальных сетях это увидели. Почему это так произошло? Потому что контекст и фон, особенно принимая во внимание, что происходит сейчас с третьим президентом Грузии Исаакашвили, Михаилом Николаевичем, тем более имея в виду, что он является гражданином Украины, и позиция, которую высказывает президент Зеленский, очень последовательную и очень правильную позицию и так далее, особенно в этом контексте это прозвучало как совершенно, ну, какое-то неловкое, там, мягко говоря, да, и вырванное из контекста. Потому что, собственно, собственно, вот эта проблема при всей ограниченности тех функций, которые сегодня и возможностей, которые есть сегодня у президента Грузии в соответствии с Конституцией, вот это как раз та проблема, на которую она может непосредственно повлиять на решение этой проблемы. И при этом делать вид, что это, в общем-то, там, что-то, это там другое какое-то, там, где-то находится в стороне, а вот здесь я вас научу, как себя вести, ну, это как-то очень неловко прозвучало. Ну, это вообще, вообще некоторые, ну, я иногда соглашаюсь с президентом Грузии в ее оценках, иногда не соглашаюсь. Ну, в частности, например, слова «нет» и «никогда» они вообще не должны, не должны находиться в лексиконе карьерного дипломата. И госпожа Соломе правильно сделала, что отошла от этой своей позиции. Да, она была в корне неправильная. В принципе, политически и с точки зрения формулировок и так далее. Сейчас она говорит по-другому. Сейчас она говорит, что она не может помиловать Михаила Саакашвили по двум основным причинам. Первая причина, она говорит, что это будет способствовать дальнейшей поляризации и эскалации в обществе. С чем я в корне не согласен, потому что я убежден, что подавляющее большинство даже сторонников грузинской мечты не являются сторонниками и не желают смерти третьему президенту Грузии и не нравится то, что происходит. И вторая причина, которая вполне весомая и, значит, это серьезная причина, она говорит, что не имеет смысла помиловать третьего президента Грузии, потому что пока еще не все судебные процессы в отношении него завершены. Так вот, я хочу предложить, чтобы она заявила, если она действительно хочет, с одной стороны, улучшение наших отношений с Украиной, возникновение какого-то нового контекста, новых возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, если она хочет реально обнести свой вклад в деполяризацию, значит, ситуации внутриполитической Грузии, она может сделать следующее заявление, что как только закончится последний процесс, который идет над президентом Михаилом Саакашвили и наступит судебное решение, на второй день она его помилует. Вот это было бы с ее стороны конкретно предпринятым шагом в этих двух направлениях, это могло бы к чему-то там позитивному привести и на одном направлении, и на другом. А так, к сожалению, да, мы увидели, что, мы увидели, что, значит, озвученные после долгого молчания, да, а много чего происходит сейчас в Украине, да, на фоне этой варварской войны, которую развязала Россия, многое из того, что происходит, требует комментариев практически ежедневно. И после долгого молчания вдруг выдать, значит, такую, ну, в общем, то, что мы услышали в диалоге, там, в интервью с Глумберг, это оказалось совершенно, совершенно неуместным. И повторюсь, и этим закончу ответ на этот твой первый вопрос, что хорошая, правильная идея и позиция, озвученная в неправильное время, в неправильном месте, при неправильных обстоятельствах и неправильным источником, она становится контрпродуктивной. К сожалению, мы вот имели дело именно с этим случаем. Ну, в общем, многие говорят о том, что, и многие вытянули версию о том, что, в общем-то, вообще с Луны Дорубишвили в данном случае обращалась не к Украине, а к Западу, к западным странам и так далее и тому подобное. Но это не имеет значения, а вот что касается кейса Саакашвили, который мы сейчас с тобой обязательно обсудим, а зачем ждать, сделать заявление и ждать, пока вынесут приговор? Она может амнистировать его по трем предыдущим делам. Это же она может тоже сделать? Почему бы нет? Это было бы уже... Понятно, что его не выпустят, потому что есть четвертая. Но есть же... Можно же амнистировать уже по трем предыдущим, потом будет приговор, и амнистируют по четвертому. Все, до свидания. И это будет шагом. Это будет шагом, бесспорно. Просто я предложил такой выход из ситуации, исходя из того, что она сказала. Потому что для того, чтобы реально наступил факт возможности выезда Михаила Саакашвили за рубеж для лечения, факт, да, для этого действительно нужно, чтобы это помилование носило полноценный характер. На полноценный характер оно сможет носить только тогда, когда в отношении всех это помилование будет действовать в отношении результата всех судебных дел, которые идут против третьего президента Грузии. И в этом она права. Это весомый правовой аргумент. Поэтому я и предложил ей поступить так, как, в принципе, на ее месте, я думаю, мог бы поступить человек, который действительно заинтересован в том, чтобы третий президент Грузии, чтобы мы сохранили жизнь третьему президенту Грузии, Гела. Это я напомню, что это пятно будет, если мы будем иметь, так сказать, ситуацию там фатального какого-то исхода, даже не хочется об этом говорить, это пятно ляжет на всех, на все грузинское государство, на нашу общественность, в том числе и на меня, и на тебя. Но понятное дело, что большую-большую ответственность за это будут нести те люди, которые отвечают за то, что происходит с ним сейчас. И, кстати, в их числе будет и президент Грузии, Саломи Зурабишвили, который потом долго будут вспоминать. Ну, это, как бы это сказать, совершенно не европейский стиль ее отношения к этой проблеме, там, говорят дипломатически. Да, ну, поэтому, так сказать, такими общими оценками и какими-то поучительными интервью и попытками там всех и всех учить, что как кто должен себя вести и так далее, тем более на переговорах, да, на каких-то... Где на самом деле от Грузии, к сожалению, сейчас ничего не зависит. Да, в этих будущих переговорах, которые когда-нибудь обязательно будут иметь место, да, потому что любая война заканчивается миром, заканчиваются переговорами, да. В этих переговорах роль Грузии, исходя из ее сегодняшнего поведения на этом дипломатическом фронте, она будет очень незначительной. И наш голос в этом хоре голосов, да, где громко будут звучать голоса Польши, Балтийских стран, Великобритании само по себе, естественно, Соединенных Штатов, вот в этом хоре, да, где Эстония, например, которая отдала все свои гаубицы, которые были в ее распоряжении, Украине, да, голос Эстонии, этой компактной страны, как мы говорим, да, потому что она будет, голос Эстонии будет звучать очень значимо, серьезно и громко будет звучать этот голос. К сожалению, об этом, об этом сейчас в отношении Грузии сказать очень тяжело, потому что, ну, мы наблюдаем всякие, так сказать, какие-то очень непонятные телодвижения, да, в отношении каких-то совершенно, совершенно, ну, неправильных, неуместных, каких-то даже вредных, каких-то, ну, я не знаю, на что рассчитанных заявлений, которые мы слышим, мы слышим из Москвы в том числе. Ну, я думаю... Поэтому, поэтому, поэтому здесь, здесь вот это, и всего этого, исходя делать то, что там сделала президент Грузии, что там само собой разумеется, знаешь, если бы там... У меня такое впечатление, что это, я не знаю, делал какой-то политик французский, а не грузинский. Ну, она является президентом Грузии сегодня. Валер, ну, давай все-таки разделим, давай все-таки разделим. Ответственность, значит, уголовную, и, конечно же, за то, что происходит с Михаилом Саакашвили, кто-то, конкретные лица, будут нести уголовное наказание. Политическую, в том числе, ее должны нести, уже должны нести, потому что уже сейчас президент Грузии находится в том состоянии, до которого его довели, а мы видим это состояние. И есть моральная ответственность, которая в разной степени лежит на всех нас. Но ровно точно так же тоже нужно делить мухи отдельно, котлеты отдельно, что называется. Как бы ни вела себя Грузия, как бы ни вела себя правительство Грузии, принцип территориальной целостности никто не отменяет. Так? Я думаю, что так. И понятно, что никто не собирается. Я обещал это обсудить. Я, честно говоря, этот вопрос хотел обсудить с Ромой Цимбалюком, даже не с Копчаком, потому что Копчак все-таки здесь. Но с тобой, как с грузинским украинцем или украинским грузином, я этот вопрос могу обсудить. Разговоры о том, что на горбу украинцев, на крови украинцев грузины хотят вернуть свои территории, я считаю крайне вредны. И я вижу вредность этих разговоров. Я вижу вредность этих разговоров в социальных сетях. Я видел комментарий беженки из Абхазии, который говорит, что я помогала Украине не для того, чтобы Украина вернула нам что-то, а искренне, потому что я чувствовала боль. И когда эти заявления делают украинские официальные лица, страны, в которой доходятся войны, это не вредит Грузии, это вредит Украине. Моя точка зрения. Понимаешь, я вижу, как, к сожалению, меняется общественное мнение внутри Грузии. Есть такое дело. К моему величайшему сожалению, потому что я тоже положил, и ты, и я положили немало сил и энергии. И вот этот, что делать с этим моментом? Надо менять тактику. Надо что-то делать. Гелла, вот ты, в принципе, очень хорошо проиллюстрировал мою мысль. Во-первых, я сказал, что это признак, пример того, как правильная идея, она может вызвать контрпродуктивную реакцию. То, что ты сейчас говоришь, вот этот всплеск всего этого негатива, который всем нам предстоит еще разгребать, чем это было вызвано? Вот этим заявлением и было вызвано. Никто же не подвергает никакому сомнению то, что принцип территориальной ценностности в отношении Грузии он не должен, он не имеет места или так далее. Никто об этом не говорит. И это правильно, что территориальная целостность должна быть восстановлена. Для этого у нас должна быть собственная стратегия и так далее. И неправильно говорить, что там на крови и на спине украинцев мы пытаемся, потому что есть еще тысячи наших ребят, которые там воюют. Точно так же, как украины, за независимость. Извини, Валера, я тебя тут перебью и скажу еще одну вещь. С 89-го года мы погибали не только за себя, но и за всех тех народов, которые борются против империи. С 89-го года. И это тоже надо учитывать. Извини. Вот это все легитимные примеры. И несмотря на то, что все вот эти условия существуют и существует естественная симпатия и любовь между украинским и грузинским народом, несмотря на все эти непонятные шероховатости в дипломатических отношениях на уровне государства и так далее, это фундаментальная вещь, которая самая важная. Это фундаментальное такое отношение друг к другу, эти эмоции, это любовь и так далее украинского, грузинского народа, это остается на месте. Все это есть. И когда вот на фоне этого, когда мы пытаемся все это выстраивать и мы помогаем Украине, насколько это возможно и так далее, отношения украинцы это ценят и всегда говорят о том, что Грузия и грузинский народ, и президент Зеленский об этом говорит, это очень близкие народы Украины и так далее. вот в этот момент делать такое неловкое заявление, которое всколыхнуло весь этот, всю эту волну с украинской, со стороны украинской общественности, которую можно понять, можно критиковать и так далее. Но я сейчас говорю по факту, что произошло. Ты же видишь в социальных сетях, что произошло, с украинской, потом на это реакции с грузинской стороны, которую тоже можно было ожидать. Я об этом и говорю, что это заявление принесло вред и подняло все эти волны, которые вообще не нужны. Это совершенно было не нужно. Это было очень необдуманное, крайне не вовремя сделанное, не в правильном контексте и так далее, потому что есть много факторов, которые этому способствовали. И это все надо было предвидеть, это же можно было предвидеть все, что это именно так произойдет, как это произойдет. Поэтому, значит, либо до этого анализа не было произведено фундаментального, и это, так сказать, поставили вопросы, как-то вот это спонтанно президент Грузии решила, что вот сейчас надо об этом заявить, не подумав о тех последствиях, которые может вызвать такое заявление. Потому что это же не идеально, у нас же отношения сегодня с Украиной не идеальны. Мягко говоря. У нас же сегодня посла, у нас же сегодня посла Украины нет. Президент Зеленский же выступает серьезной критикой украино-грузинских отношений, в том числе, где главный фактор, фактор третьего президента, на решение которого президент Грузии имеет возможность оказать влияние. И здесь она не говорит ничего, а говорит о том, о чем она говорит. То есть все эти факторы, это же надо было все, что это очень серьезное политическое заявление президента, которые нас не балуют такими заявлениями. Это в Глумберге, это на весь мир. Правильно? Если бы, например, такое заявление сегодня сделала, ну, я не знаю, даже если бы у нее были проблемы территориальные там с Россией, слава Богу, что их нет, дай Бог, что не будет. Да? Но если бы, например, они были, и президент Эстонии сказал вот это, да, сейчас, на фоне того, что делает Эстония для Украины, какая была бы реакция? Да, конечно, правильно. Да, естественно, потому что Эстония Рамштайн, потому что Эстония дает гаубицы, потому что эстонцы во всех, там, во всех проблемах рядом они делают все, что могут и так далее. Все бы реакция была бы совершенно другая. А здесь она другая реакция. Поэтому это, кстати, сейчас отвлечет и наши с тобой ресурсы на то, чтобы это погасить все, этот негатив, который возник. И мы его погасим, конечно, обязательно погасим, потому что правда, справедливость и международное право на стороне Грузии. Да? Мы ни от кого ничего не требуем. Мы хотим только одного, чтобы всем государствам, всему государству, на всем пространстве грузинского города, для всех ее граждан, вне зависимости от национальности, и для грузин, и для абхазов, и для осетин, и для украинцев, которые здесь живут, и для евреев, и для русских, которые здесь живут, этнические, для всех. Государство обеспечило безопасность, процветание, благополучие и перспективы развития. Да? И мы для этого пытаемся сделать все, что от нас зависит. Но то, что произошло, оно нам, оно отвлечет, как минимум, наши ресурсы на то, чтобы погасить, погасить вот этот негатив, который возник, и зазвучивание идей, которая на самом деле, так сказать, конечно, правильная, и, конечно, так и должно быть, и ни у кого сомнений в этом нет. Вот. Но. Нет, включать куда-то, какой-то пункт включать, ну, это бред, слушай, кому это, никаких пунктов, никуда включать не надо. Нет, подожди, значит, пункты, или не пункты, или какое будет это соглашение? Капитуляция-то будет. Да. И, и там, надо будет думать вообще о сохранении территориальной ценности России в международно признанных границах. Это пускай они думают. Да, но это пускай они думают, но это тоже условие вот этой неизбежного поражения, да, России в этой... Наша задача воспользоваться моментом и восстановить свою территориальную ценность, свой суверенитет, и обеспечить права своих граждан. Это наша задача. И я надеюсь, мы ее выполнимаем. Но это не подразумевает, это сегодняшнее состояние наших отношений ни с западом, качество этих отношений и уровень диалога, ни с нашими стратегическими партнерами. Посмотри, да, какими заявлениями обмениваются грузинские официальные лица, да, и какие оценки звучат из разных институтов запада, начиная от Госдепа, заканчивая Европарламентом. Да? Вот. Ни вот качество этих отношений и уровень диалога, ни качество наших отношений и отсутствие вообще диалога с Украиной не способствует тому, чтобы наши официальные лица сейчас учили других на предмет того, каким должен быть там какой-то договор, который в будущем будет между заключен между сторонами, которые сейчас находятся в состоянии войны. Мы сейчас это не в том плане. И когда без учета этого объективного состояния ситуации делаются такие вбросы, оно вызывает такие негативные волны с одной и с другой стороны, которые потом приходится тушить людям, которые в принципе могли бы гораздо более эффективно свои ресурсы использовать на более конструктивные цели. В том числе это те скромные ресурсы, которые есть у нас с тобой. Какие-то информационные ресурсы, экспертные и так далее. Об этом идет речь. Несомненно. Несомненно. Валер, после Акачури не могу не сказать. Новое руководство ЕНД сказало, что у них какой-то будет план. Маркс Атефегин наш друг сказал, что у него будут какие-то акции. Все-таки об этом человек в принципе не может не думать, что можем предпринять мы, что может предпринять каждый отдельный человек, по твой взгляд, для того, чтобы как минимум вот эта ответственность за состояние третьего президента Грузии, она была не снять с себя, а была меньше на нем. То есть, чтобы он мог сказать, что я делаю то, что могу. Потому что часто говорят, что если что-то случится, да уже что-то случилось, уже что-то случилось, она уже есть, это облияние. Не если что-то, а уже что-то случилось. И что делать для того, чтобы как-то исправиться на индивидуальном уровне? значит, что я думаю по этому поводу? Наша позиция ясна, мы неоднократно ее излагали, но факт заключается в том, что решение, решение по по судьбе третьего президента Грузии и решение о том, как его спасти, как его вернуть к полноценной жизни, это решение зависит от правительства. И соответственно это решение зависит от грузинской мечты. По-моему, сегодня они не отдают себе отчет о том, с какими политическими рисками для собственной политической силы они имеют дело. Эти риски возрастают с каждым днем. Я думаю, что надо нам работать над тем, чтобы проиллюстрировать людям, которые принимают соответствующие решения, показать им уровень собственной ответственности и уровень того риска, с которым они имеют дело, продолжая вести его так, как это сейчас происходит. Я думаю, что в конце концов там мы же не можем, ну, как тебе сказать, как мы можем сегодня по-другому повлиять на эту ситуацию. Надо убедить этих людей, что спасение жизни третьего президента Грузии будет хорошо для третьего президента Грузии, для всей грузинской общественности, для всего грузинского государства это будет хорошо, это будет хорошо и для самой грузинской мечты тоже, потому что, кроме всего прочего, кроме всего прочего, это еще поможет в решении проблемы деполяризации, это будет шаг, предпринятый в правильном направлении, с которым мы уже все опоздали, прежде всего правительство опоздало. Это первый компонент. Второй компонент, те люди, которые выступают и оправдывают эту ситуацию, разные люди, в конце этим отличился и отличается вообще министр юстиции, они звучат очень цинично, и надо слушаться в то, что они говорят сами по этому поводу. и я думаю, что это в большинстве своем молодые люди, которые наверняка думают о своем каком-то политическом будущем. Если это политическое будущее, связывают с европейским будущим Грузии, и с ее евроатлантическими ожиданиями и так далее, им надо понимать, что во внутриполитической жизни надо применять какие-то европейские стандарты европейского поведения, европейской культуры и так далее. К этому безостановочно я призываю всех, в принципе, всю грузинскую политическую эгиту, и на это направлены усилия не только мои, многих других людей, но я в этом вижу свою роль, чтобы разъяснять и показывать, что это является уже очень... И ты правильно говоришь, что что-то уже произошло. То, что видит весь мир, в каком положении сегодня находится третий президент Грузии, сказать, что это бьет по авторитету страны ее репутация, это ничего не сказать. Это просто ужасно. Это просто ужасно идет в разрез вообще с культурным кодом нации, я бы сказал. Мы не заслуживаем такого, что так о нас думали, как думают, видя все то, что происходит с третьим президентом. Вот об этом надо подумать всем, прежде всего правящей партией и правительством нашей страны. Может, не заслуживаем, а может, наоборот, заслуживаем. Ведь ты понимаешь, в чем дело. Посмотри, вот вопрос о возобновлении авиасообщений. Понятно, что в 2019 году, я помню, Мартынов есть такой политолог на Артевиае. В 2009 году он умирал со смехом на Артевиае. Со мной в радиалоге. И говорил, как мы умрем с голодом. На что я ему объяснил, что как только Россия начинает делать что-то против экономики Грузии. Экономика Грузии сразу же растет. Очень сильно растет. И привел пример 2006-2007 годов. Поэтому они взбесились в 2008 году, начали войну. Ничего не оставалось другого. Но есть говорящая голова Кобахидзе. Я не знаю, воспринимать ли его как голову, которая озвучивает свои мысли. Если в этой голове свои мысли. Хотя он целый профессор. Он уже каждый день договаривает на 40 мощных арестантов. Последнее его по поводу того, что смотрите, как будет здорово восстановить авиасообщение. Это не мы закрывали. Но было бы неплохо восстановить, если это говорит нашим соотечественникам поможет в России. И опять занюханный миф о миллионе грузин в России. Петро Мамрадзе был такой. Я помню, на одном из круглых столов он в очередной раз сказал миллион грузин в России. Я просто математику сделал население Грузии, которое было тогда, в 89 году перепись тогда была, и население Грузии, которое сейчас. И начал просто побухно, и когда я дошел, вот минус еще столько, а минус еще столько, это не получается. Ну хорошо, сколько там грузин? Я говорю, 1200-300. Сейчас по последним данным 130-150 тысяч. Кстати, примерно столько же, а даже меньше, чем русских в Грузии, граждан России в Грузии сегодня. Граждан России в Грузии сегодня. Но вот это вот что скажешь по поводу заявления, что это очень поможет нашим соотечественникам? Значит, принцип возможного восстановления сообщения между Россией и Грузией надо рассматривать нескольких в плоскостях. Ну, прежде всего, это надо рассматривать в плоскости наших взаимоотношений с Европейским Союзом. Россия, как известно, находится под жесткими международными санкциями, в том числе это касается и авиасообщения, прежде всего. В результате этого сложилась ситуация, что все западные самолеты и машины, которые сегодня в распоряжении находятся российских авиакомпаний, будь то аэробусы или Боинги, они находятся в их распоряжении незаконно. Поэтому любой самолет, который приземлится в российской авиакомпании в Грузии, этот самолет либо должен быть арестован грузинским правительством и передан законному владельцу, либо против него, так сказать, не будет ничего предпринято, и тогда мы имеем ситуацию, когда Грузия не просто не присоединится к каким-то санкциям Евросоюза в отношении России, а пойдет прямо контр, против этих санкций. В соответствии с этим можно ставить крест вообще на наших ожиданиях кандидата страны, члена Европейского Союза и так далее. Потому что статус кандидатства это не только эти 12 пунктов, о которых мы все время говорим, где есть деполяризация, диалегархизация, выборы омбудсмена, антикоррупционная политика и многое другое еще. Это очень важно, но я думаю, что гораздо важнее степень доверия и уровень диалога с Европейским Союзом и с его руководителями. А степень доверия и уровень диалога сегодня у нас заключается в том, что некоторые руководители правящей партии говорят об Урсуле фон дер Ляйен как о сплетнице. В буквальном смысле этого слова. Как о чем о сплетнице. Я понял. Я услышал на первый раз, я просто не понял. И меня так охарактеризовал ее диалог с Кристиной Аманпур на CNN господин Вольский. Сказал, что Урсула фон дер Ляйен это политик, который охвачорец. Нельзя допускать к большой политике в 20-е годы 21 века инструктора ЦК. Вот итог. Ну, в общем, нельзя ожидать от человека, которого ты наживаешь, обзываешь, нарекаешь такими эпителами. Да нет, я не про тебя говорю, я говорю про господина Вольского и про то, что он говорил в отношении Урсулы фон дер Ляйен. Значит, нельзя потом ожидать от Урсулы фон дер Ляйен, что она искренне будет ратовать за то, чтобы Европейская комиссия предоставила нам статус кандидата. После таких вот. Поэтому вот этот уровень диалога у нас отсутствует, качество отношений у нас отсутствует, фон соответствующий, о котором мы с тобой говорили, а если еще в разрез пойдет, ну, это не просто в разрез, это контрсанкции действия, это полная возможность того, что мы попадем по крайней мере под вторичные санкции, о чем сказал государственный департамент в своем последнем заявлении, что те компании, ну, было такое выражение, что те компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании, которые будут находиться на территории Грузии, они попадут под вторичные санкции. Да, под эти санкции может попасть и наш национальный авиаперевозчик Айрзефан, соответственно, на каких-то рынках, вот, и так далее. Это, 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 так сказать, вот этот контекст. Теперь есть просто, ну, есть просто моральный контекст, понимаешь, потому что, потому что сегодня Россия это страна, которая поддерживает терроризм. И в этом контексте вообще говорить о каких-то не было, каких бы то ни было там новых формах сотрудничества, там, развития отношений и так далее, делать вид, что типа, ну, когда ты говоришь о новых формах сотрудничества, развития, это когда нормальная ситуация, там, страны разбираются о том, что где у них проблемы, где-то, то есть, в этой ситуации говорить, говорить об этом, это по меньшей мере неуместно. Тем более, я уже не говорю, так сказать, о грузино-российском аспектах взаимоотношений, потому что оккупация продолжается, 20% грузинских территорий, 150 километров нашей прибрежной зоны береговой линии из 300 половина оккупирована Российской Федерации, продолжается ползучая оккупация, перенос границы внутрь, глубь Грузии, так называемой границы, между Самочабло и остальной частью Грузии, которую в России называют Южной Осетией, и на этом нам, на всем фоне, нам, значит, господин Лавров говорит, что как ему нравится, как мы себя хорошо ведем, и как он будет рад помочь нам выстроить отношения между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией, что является в полном соответствии с основополагающим тезисом российской стратегии внешней политики, которая прямо говорит о том, что с Грузией можно развивать отношения только в контексте восприятия Грузии новой политической, геополитической реальности в регионе, что означает, что мы должны признать Южную Осетию и так называемую Южную Осетию, Самочаблу и Абхазию. Это означает, это что означает? Это означает, что ну типа ничего там, никакие телодвижения, которые вы делаете в отношении нас, что вот там типа хотите как-то маневрировать, мы это все для нас не важно, мы это не ценим. Главное вот это, да, вы должны сделать то, что мы вам говорим. Ну, это такое известное, известные все положения, просто приходится их повторять, потому что на этом фоне говорить о том, что мы там за возобновление там отношений, как это будет хорошо и так далее, ну, это неправильно, это беспринципно, это неправильно не в контексте международной ситуации наших отношений со стратегическим парламентом, неправильно по отношению к Украине, неправильно по отношению к собственным интересам. Вот, поэтому это надо все и на этом фоне еще вот эти там танго должны танцевать вдвоем, там какие-то эти там что-то мы должны установить дипломатические отношения, то есть это все надо это все надо пресекать, то есть говорить очень артикулировать очень правильно соответствующих соответствующих выдержанных, но очень понятных и ясных выражениях, которые заключаются в одном, что неуместно сейчас говорить о каких-то там подвижках в российско-грузовинских неуместно, неправильно, и это не в контексте нашего основного внешнеполитического курса, да, который ну по крайней мере официально там формально считается, что нашим основным внешнеполитическим приоритетом является Евросоюз, НАТО, Рамштайн, получение статуса кандидата и так далее, но все наши действия, они должны соответствовать этим заявленным ценностям и приоритетам, если это не так, получается, что наша внешняя политика не соответствует трем фундаментальным принципам, на которых должна основываться любая политика, и которую ценят ради этих принципов ее и партнеры и оппоненты, да, это последовательность, преемственность и прогнозируемый характер, вот ничего этого нет во всех этих заявлениях, кстати, по поводу всего этого, нет ясного заявления, какие-то политики заявляют, парламентарии, да, понятно, что это председатель правящей партии, важная фигура, и так далее, но нет МИДа и правительства, да, мне бы хотелось услышать вообще мнение правительства и МИДа, по этому поводу, потому что они выражают сегодня при всем, так сказать, при всей ситуации не отдельные политики, отдельных политических партий, а МИД и правительства должны выражать позицию страны. Махидзе не отдельный, он не выражает позицию правительства, зато он выражает позицию правящей партии, он председатель правящей партии, это да, я и говорю, что он председатель правящей партии, и когда председатель правящей партии говорить вот эти вещи, которые не лежат в контексте интересов Грузии, противоречат им. И если МИД не выступает соответствующими заявлениями, которые корректируют, нивелируют, исправляют, что угодно, какой глагол угодно можно использовать, то это для меня очень тревожно, потому что получается, что остается висеть в воздухе вот это заявление, которое сделал господин Кобахидзе. И становится непонятно и тревожно. А потом на этом фоне звучит то, с чего мы начали сегодня нашу беседу, которая вообще выбивается из контекста, и уже вообще какой-то последовательности, преемственности и прогнозируемости здесь трудно говорить. И если бы я мог, например, рекомендовать эти принципы каким-то людям в грузинской мечте, которые делают эти заявления и не знают этих основополагающих ценностей, на которых основывается любая серьезная ответственная внешняя политика, то я думаю, что мне об этом говорить госпожа Соломе Зурабишвили не нужно, потому что она сама меня может научить, я думаю, всему тому. Она, в конце концов, карьерный дипломат, да, серьезной французской школы дипломатии. Да, верно все. Но знаешь, что с возрастом я все больше и больше ценю в людях одно качество – откровенность. Вот Каха Каладзе, он откровенен. Каха Каладзе прямо сказал, да нафиг нам нужна эта Европа, если она нам такие условия ставит, что, мол, Саакашвили освободите, что-либо. Не нужна. Не нужна Европа. Ему не нужна Европа. И знаешь, я бы сейчас бы его не вспомнил бы. Хотя у него бизнес в Милане и так далее. Ну и что? Я бы сейчас бы его и не вспомнил, а сделал он свою карьеру, кстати, в Киеве. Но если бы не один момент, если бы не опросы МДИ. Впервые с 2014 года 51% населения страны впервые больше половины, на 1%, но больше половины, считают, что страна движется в правильном направлении. Я понимаю, что был этот самый опрос в декабре, когда они повысили пенсии, зарплаты и так далее. Но тем не менее, понимаешь, да, конечно же, там же 70% за Евросоюз, 80% за Евросоюз, 75% за НАТО, и так, и там все есть. Но как получается, что 80% за Евросоюз, 85% за Евросоюз, и 51% при этом считают, что страна движется в правильном направлении? Ну, у меня что-то с математикой не срастается. Это математика до третьего класса, арифметика. Ну, смотри, Гелла, я думаю, что это можно, этот феномен, где есть определенная противоотчивость, конечно, с тобой согласен, можно объяснить. Значит, большинство людей, наверное, слушают господина Ираклия Гарибашвили, когда он выступает в Брюсселе, а не когда он выступает в Гурдинском парламенте. И большинство этой цифры, 51%, эти люди слушают правящую партию и представители правительства, и парламента, когда они говорят, что мы обязательно все сделаем, и обязательно мы получим этот статус, и обязательно мы придем к этому, потому что мы этого достойны, и так далее. Наверное, в эту аудиторику на фоне вот тех экономических компонентов, повышения зарплаты, пенсии и так далее, о которых ты сказал. Вот этим можно объяснить. Но неизбежно этот процент упадет, когда наши ожидания в связи с составом кандидата по членству в Европейском Союзе потекают крах. Если эта политика будет продолжаться в таком же направлении, как она продолжается сейчас, если эти 12 пунктов будут выполняться так, как они выполняются сейчас, а серьезные исследования в связи с этим, наши коллеги, например, из ГРАС, из неправительственной организации, Грузинской ассоциации реформ, они предложили общественности развернутый анализ по всем направлениям вообще, по всем 12 пунктам. Они гораздо лучше это сделали, чем... Я это могу сегодня объяснить, этот доступ есть в интернете, можно посмотреть. Но вместе с тем я опять говорю о этих двух основных параметрах. Значит, уровень доверия, репутационный уровень, там, твой авторитет в глазах стратегических партнеров и уровень диалога. Если уровень диалога, понимаешь, он понижается до планки, а ты кто такой? Да, там типа Ильфа и Петрова, да, и тыканьем в грудь, там, и руганью в отношении сначала послов, потом европарламентариев, а потом вышлых дозрастных лиц Европейской комиссии, да, то тогда, конечно, твои ожидания в отношении европейских перспектив в получении статуса, по меньшей мере, несколько завышен. И когда эти 51%, большинство из этих людей, оно убедится в том, что, к сожалению, мы этого не получаем, это наступит... Теперь предположим от обратного ситуацию, да. Предположим, что действительно завтра, так сказать, правительство парламентарии прозрели, там, правящая партия и так далее, решила, что да, действительно, этот статус, это самое важное, что нам нужно сегодня получить, это хорошо и для Грузии, и для нас, и для нашего политического авторитета, и для наших выборных перспектив, поэтому мы выпускаем третьего президента, поэтому прекращаем этот... ну, радикальный радикализм во внутренней политике, там, обвинения и так далее, поэтому мы переходим на другой уровень отношений, мы поддерживаем Украину, все это мы делаем, и в результате этого мы получаем действительно... мы получаем действительно кандидатский статус, утверждаем себя заново в этой системе международных отношений, тогда, да, эти 51% начнут аплодировать, и вместе с ними аплодировать начнут многие другие, в том числе и я, например, если все это произойдет, да, и если это все произойдет, вот у меня вопрос тогда к тебе, если все это произойдет, сейчас вот иронически улыбаешься, смотришь на меня и так далее, но если все это произойдет, у меня вопрос, как ты думаешь, перспективы выборов для грузинской мечты в 24-м году, они станут лучше или хуже? Если быть, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, это понятно. Да, они станут лучше, но... Они станут лучше, да. Была шикарная статья, кстати, рекомендую всем, на Эхо Кавказа, я его лично не знаю, но мужик умный, есть такой Дмитрий Муниаван, который написал статью о нашей системе власти, и о том, что у нас система власти используется не феодализм вообще-то, или феодализм, потому что, понятно, оно сидит в нашей системе координат, феодальную систему знаем, а на самом деле клиентская патримониальная система, патрон. Ну, не знаю, как у других народов, честно говоря, но вот у грузин есть это слово, у патрона. Патрона Иерархов. То есть у него нет патрона, у него нет ни то, чтобы хозяина человека, который бы о нем заботился, который бы его отрекал и отрекал вперед. И вот эта патримониальная система, где патрон в данном случае у них один, это Бензина и Ванюшвили, она не предполагает особо, особую заботу, о шансах на выборах. Есть создана система, при которой 26% грузинской, те, которые поддерживают грузинскую мечту, а я подчеркиваю, это подавляюще большинство этих бюджетники, они есть. И создана система, когда абсолютно импотентная оппозиция, сверху до внизу вся, не способны привести избирателя, который недоволен к избирателям, а тут еще и довольны. Вот зачем им то, что ты все сказал, зачем им это делать, когда тут вообще же не жизнь, а малина у них началась. Камаз с пряниками у них на улице перевернулся. А то, что они губят перспективу страны, будущее и так далее, они этого не понимают. Или не хотят понять, зачем им это надо. У меня короткий ответ на этот вопрос. Значит, внутриполитическая жизнь Грузии, ты правильно ее разложил сейчас, очень кратко, но очень доходчиво, емко ты это все разложил по полкам, это правильно, но внутриполитическая жизнь Грузии и ее политика, и состояние, и перспективы в том числе, они во многом зависят от геополитического контекста. А этот геополитический контекст меняется. И вот это равновесие, которое ты описал, в котором сегодня находится, это равновесие само по себе хрупкое, потому что, на виду с тем, что ты сказал, есть 45%, если мне память не изменяет, тех людей, которые не поддерживают ни одну политическую партию в результате этого опроса. Получается, что это самая большая цифра. И это равновесие. Не ступи 40, а даже больше. Больше, по-моему. Ну, не важно. Больше было. Значит, если больше, значит, это тем более говорит о том, что это равновесие очень хрупкое, и надеется сохранить его в течение двух лет до следующих выборов, или там, ну, не двух, а сколько осталось, там, меньше двух лет, да, это будет не очень рационально думать в этом направлении. Тем более, что в течение, во всяком случае этого периода, до октября 2024 года, когда у нас будут выборы, геополитический контекст будет развиваться очень динамично. И он прямо будет влиять на внутриполитический баланс сил в Грузии. И это будет необходимо учитывать всем, потому что от этой реальности не уйти никому. И если люди, которые одновременно считают, что страна движется в правильном направлении и одновременно являются последовательными сторонниками приближения к Европейскому Союзу и НАТО, а этих людей больше, чем тех, которые считают, что мы движемся в правильном направлении, значит, это основной приоритет и основные ожидания с этим связаны. И у тех людей, которые считают, что сегодня страна движется в правильном направлении. И в результате всего этого, я думаю, то, о чем я говорил ранее, вообще-то получает еще большую ценность. Теперь, что касается геополитического аспекта, перейдем к нашим соседям, к Азербайджану, к нашему стратегическому партнеру. Там состоялось очень интересное вообще состоялось мероприятие. Это консультативный совет по южному газовому коридору и консультативный совет по зеленой энергетике. Как бы вместе объединенное. Я очень внимательно с этим дисциплином президента Алиева. Понимаешь, в чем дело? Вот все правильно. Мы там участвуем по зеленой энергетике Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния. Участвуют там. Во всех проектах мы участвуем. Мы замечательные такие. Мы, в общем-то, важное звено и так далее. Но при всем при этом я уже два дня задаю моим собередникам один и тот же вопрос. А что будет, если Россия постарается или перережет просто этот коридор или возьмет его под контроль Грузию? Что тогда произойдет? По геополитике, да? Что произойдет? Что значит? Ну, так, в принципе, можно рассчитывать все варианты и думать обо всем, что может произойти. Это крайний вариант, который крайне нежелательный. И как тогда себя проведут внешние игроки? Если Россия возьмет под свой контроль Грузию, в том числе перережет вот этот вообще получается весь контекст этого коридора Восток-Запад изменится. Да? Это не только зеленая энергетика, электрокабель и так далее, про который ты сейчас говоришь. Это все, это в широком смысле это Бакут-Белисси, это Бакут-Белисси Харс. Это железнодорожное сообщение, это автобан, это будущий порт Анаклия, который, я надеюсь, все-таки мы увидим. Вот. Это это все ну, как тебе сказать, здесь тогда Россия вторгнется в сферу интересов не только Грузии и Азербайджан. Это еще более противопоставит ее с интересами очень влиятельных фигурантов на международной арене, там в том числе и серьезных международных крупных корпораций вот интересов разных государств, в том числе Европа, Центральная Азия. Это будет противоречие с интересами с интересами Китая на новом уровне и так далее. Ну, честно говоря, да, я сторонник того, что в принципе надо рассматривать все варианты, но сегодня в принципе вот вызовов в этом контексте я не вижу, потому что потому что России надо решать свои проблемы там, в Европе, да, значит, и надо выбираться из той ситуации, в которой она оказалась в результате начала этой варварской войны в отношении Украины. Но возвращаясь к этой политике, я должен сказать, что вообще я с большим уважением и с такими оценками очень позитивными отношусь к тому, что делает Азербайджан в отношении вот этой линии зеленого коридора, зеленой энергии. Потому что одно дело это электрокабель, а другое дело источники этой электроэнергии, о которой говорит сегодня Азербайджан. А это прежде всего это не газы, не мазут. В основном речь идет о солнечной и ветроэнергетике, это речь идет о огромном количестве гигаваттов. Я сейчас не хочу просто ошибаться, но это десятки, если не сотни гигаваттов электроэнергии, которые будут генерироваться возобновляемыми источниками, ветром и газом. И в этой ситуации у меня вопрос, а что мы делаем в этом направлении? У нас же тоже есть солнце и ветер. И спасибо кстати Кахи Каладзе, когда он был министром энергетики, он сделал вот эту первую ветеринную станцию в районе Гори, которую мы все видим. И надо действительно признать, что это был успешный проект министра энергетики. Эти ветеринные станции птичек убивают. Ну, значит, за все приходится платить, да, за все приходится платить. Ну, ты, наверное, экологи придумают что-то такое, что поможет решить эту проблему, хотя бы частично и так далее. Да, но я сейчас говорю о том, что мы должны тоже свою политику выстраивать. Одно дело, что мы пассивно принимаем все эти проекты как рецепенты, как страна-транзитер, которая, ну, слава богу, есть у нас эта геополитическая локация, которая нам реализовывать свои интересы, в том числе и в этой сфере, но было бы гораздо эффективнее, если бы мы участвовали как полноценный партнер, не только как страна-транзитер, как страна, которая предоставляет территорию для транзита, но и как страна-генератор. И условия для этого есть, в том числе и гидроэлектростанции, о которых это еще отдельная тема, другая, да, но и по ветру, и по солнечной энергии у нас у нас серьезные возможности. И я думаю, что, в общем-то, то, что мы их не реализуем, дело не реализуем, это еще вот результат нашей институциональной ошибки. У нас же, собственно, нет Министерства энергетики, которое, в принципе, должно заниматься всеми этими вопросами. Департамент в составе Министерства, как оно называется, Министерства устойчивого экономического развития, так, по-моему, он называется, где вообще напихано все, что угодно. И приватизация, и энергетика, и торговля, и туризм, и транспорт, и собственная экономика, и приватизация, ну, все, понимаешь, инвестиционная политика, я не знаю, но это Госплан отдыхает. В этих условиях, я думаю, что об эффективной какой-то политике очень трудно говорить, особенно в отраслевом разрезе. И у нас непочатый край работы в этом, особенно в этих три, у нас это три стратегические области, от которых Грузия, которые являются нашей фишкой в международных отношениях. Там это транзит, то есть транспорт, энергетика и туризм. Это все находится где-то внутри, как это все там работает, как это, потому, что мы видим, нельзя сказать, что это очень эффективно все бывает, но это результаты в том числе и таких институциональных ошибок, которые можно, конечно, поправить, сделать так, чтобы это работало эффективнее гораздо и так далее, но этим нужно заниматься гораздо серьезнее, в общем-то, делать то, что нужно, чем это мы делаем сейчас. Нужно, да, но на самом деле, вот смотри, Валерий, если, ну, кстати, зеленая энергетика это в том числе и газ, потому что там электростанции будут и на газе, в Азербайджане я имею в виду. Да, да, этот компонент тоже присутствует. Но вот сейчас представь себе, что гражданское общество Азербайджана проснулось и в Баку начались громадные митинги, не дадим использовать свой газ на электроне, электроэнергию, не дадим построить газовую электростанцию, не дадим продавать нашу электроэнергию в Европу. Можете себе представить такое? Ну, или в Армении проснулось гражданское общество и сказало, закроем атомную АЭС, это же угрожает нам всем, вот закроем атомную АЭС, будем сидеть без света, но закроем атомную АЭС. Ты скажешь, что, ну, Георгий, что за примеры? Ты приводишь, что там люди сошли с ума? А я привожу пример Грузии. Я привожу пример Грузии, я привожу пример, когда много наших граждан с тобой, власти, это понятно, на протяжении десятилетий блокировали строительство, худонская АЭС и на Махватская АЭС, что бы увеличила бы в общем, если бы эти два АЭС были бы построены, энергобаланс Грузии на 70%. Думайся в цифры. Георгий, несмотря на то, которым ты задаешь этот вопрос, этот вопрос очень серьезный. Серьезный, да, серьезный. Во-первых, я считаю, это совершенно нормально, когда какая-то часть общества выступает с каких-то собственных позиций и высказывает свое мнение в отношении проектов, тем более в отношении проектов, тем более таких важных проектов, которые оказывают влияние на развитие целых регионов. Это совершенно нормально. Другое дело, что это должно быть в рамках цивилизованного нормального диалога, где все стороны могут обмениваться аргументами соответствующими и где должна быть зависимость в том числе от инвестора, то есть ответственность инвестора по инклюзивному развитию тех регионов, где осуществляются те или другие проекты. Прежде всего, это гидроэлектростанции касается сейчас. И когда есть дефицит этой коммуникации, и когда люди на самом деле не понимают, какие выгоды может им принести той или иной проекта, когда они не чувствуют, когда они не видят себя в этой общей картине, и не понимают, какие новые возможности для них могут открыться в результате осуществления. Не просто глобально, что стране будет очень хорошо, потому что энергобаланс будет гораздо лучше, чем сейчас, и это наша энергетическая независимость и так далее. Это правильно, это валидные аргументы, правильные аргументы, но люди, которые живут на земле, они могут спросить, они должны спрашивать 10 часов, а мне, что будет за то, какие возможности у меня возникнут после того, как будет этим новым проектом затоплено моё родное село. Я что от этого буду получать, и как это повлияет потом на какие климатические последствия будут, что будет происходить с природой, какие могут возникнуть новые возможности по развитию туризма, или там другие какие-то возможности, что вот это совершенно нормально, это совершенно нормально, и этот диалог, он может проходить как в Грузии, так и в Азербайджане, как и в Азербайджане, так и в Армении, вообще в других странах, но мы же не первые, которые делаем эти проекты. Эти проекты осуществляются и в других регионах, в Европе они осуществляются, и в Европе эти ветряки, которые устанавливаются, да, и они создают угрозу птицам, и гидроэлектростанции, которые строятся, и в Швейцарии, которые огромные гидроэлектростанции построят, да, они тоже создают, они тоже меняют климат, создают новые проблемы, открывают новые возможности и так далее, но там не надо выдумывать велосипед, есть цивилизованные формы, значит, общение, обмена аргументами, выслушивание друг друга, не обязательно тут тыкать друг друга пальцем и говорить, что, типа, а ты кто такой, или ты враг, или ты агент, или так далее, да, можно спокойно изложить собственные аргументы, показы, и главное здесь инклюзивность, вот этот принцип инклюзивности, который предполагает как это вот, распределение ответственности и распределение перспективы выгод любого проекта, тем более мегапроекта, который связан с сотнями миллионов долларов, вот этот принцип инклюзивности, он будет подразумевать консолидированное отношение общества в результате к этим проектам, и они либо будут осуществляться, если есть такой консолидированный консенсус общественный вокруг них, или не будут осуществляться, потому что аргументы той или другой стороны будут весомыми, более весомыми, чем противоположные стороны, это нормальный процесс, нормального демократического, и этому мы должны учиться, этой культуры, к сожалению, у нас нет, или ее мало, или ее недостаточно, ее не учитывают не только те, кто здесь решают там вопросы в отношении этих проектов, ее не учитывают и часто и международные инвесторы тоже, им тоже надо многому учиться, вот, поэтому это нормальные процессы, к этому надо относиться нормально, просто надо работать над этим, не могут многомиллиардные, многомиллиардные, там, сотни миллионов долларов, проекты, да, которые вкладывают сотни миллионов долларов, воспринимаются вот так, по мановлению, волшебные палочки, чтобы вдруг все были довольны и так далее, сегодня уже не тот, не тот случай, у всех есть интернет, все смотрят, все рассчитывают, все понимают, какие миллиардные там инвестиции, миллиардные прибыли и так далее, и все хотят, все хотят участвовать, участвовать в этом, особенно, если это касается непосредственно меня, я здесь живу, там, здесь жили мои прадеды, там, деды, мои предки, и тут все это меняется, вы все это делаете так, что даже не хотите меня об этом спросить, в современном мире так не происходит. Ну, я скажу так, да, в современном мире так не происходит, но это, как бы, одна часть, половина ее, а может и меньше половины, потому что, да, вот вчера, когда были на Махванские, в ответственной против на Махване ГЭС, конечно же, был интернет и так далее, и не было коммуникации, но при Миша, когда про Худони шел разговор, тоже почему-то не было коммуникации, и был интернет, при Шаванадзе интернета не было, и коммуникации не было, и только при коммунистах коммуникация была не нужна, и они бы это построили, бы просто не успели, вот реально, реальность такова, и еще один момент, но уже очень управляемая протеста, что касается природных ресурсов, у меня давным-давно есть теория по поводу того, что любое использование местных природных ресурсов должно приносить прибыль тем гражданам, которые живут на этой территории. Какой-то безусловный базовый доход, если я живу в каком-нибудь селе, и у меня тут шахта рядом, я должен с этой шахтой что-то получать, потому что я местный житель. это такая немножко, я-то считал себя всегда чуть ли либертарианцем, но у меня такие вот левые идеи приходят в голову, потому что есть понятие естественное, естественное право на собственность, то есть веками мои предки жили на этой земле, почему я не имею права, и так далее, но это другое, это то, что нужно решать. Ну и последнее, я, конечно, не хочу выиграть человека, когда дождик пошел, Россия виновата, солнце свет России виновата, но то, что тут рука России очень серьезно чувствовалась вот в этих экопротестах, особенно последних, я думаю, что разумный человек вряд ли со мной спорить. Так. Значит, ну, это не был вопрос, это была консультация, и при этом понимаешь же, что в данном случае от нас зависит, а я тебе скажу, что Фархад Мамедов вчера очень правильно сказал, что произойдет, если вдруг в Грузии что-то произойдет и обрежется этот канал, тогда будут пробивать коридор через Армению, через Киорнию. это будет война, а это, кстати, сценарий, который очень, очень нужен России и красивый для России очень. Вот в чем проблема. Проблема в том, что наша, наша беззубая или наоборот, наша политика, политика наших властей, она создает угрозу Симурев Георгиев. Это тоже не вопрос. Это тоже не вопрос, да, я с тобой согласен, это констатация факта, от которого... Наше общение перешло в другой формат. В смысле? В смысле ты высказываешь собственные идеи и не даешь мне возможность отвечать на вопросы, которые ты не задаешь. Нет, ты можешь поспорить с этими идеями или ты с ними согласен? Ну, отчасти согласен. Во многом ты прав, конечно, да. Но здесь основное, ну, в принципе, ты об этом тоже сказал, да, это называется одним словом инклюзивность. И с одной стороны, а с другой стороны сегодня то, что Грузия является объектом гибридной войны со стороны России, ну, так сказать, это не признавать, это будет, это, так сказать, опасно для профессиональной репутации, я бы сказал. Поэтому в этих реалиях мы живем и тем более, тем более тут возрастает необходимость в том, чтобы у нас была хорошо сформулированная, консолидированная внешнеполитическая повестка дня, которая опирается на последовательную работу с нашими стратегическими партнерами, интеракцию полную, что это единственное, вот это может предотвратить нас от последующих опасностей и последующих рисков, да, и ничего не может помешать Российской Федерации начать новую волну наступления на Грузию, только одно может помешать, вернее, два фактора, отсутствие ресурсов и возможностей в конкретное время, вот сейчас, например, такая ситуация, когда у нее просто нет ресурсов, возможностей для того, чтобы открыть еще второй фронт и напасть на другую соседнюю страну, это раз, и второе, что, наверное, важнее, Российская Федерация должна понимать, что риски и опасности, связанные с таким развитием событий, они очень большие, и они могут очень плохо отразиться, собственно, на самой Российской Федерации, на ее интересах. Вот если эти два компонента будут на месте, а это может происходить только тогда, когда у нас есть доверительные, основанные на нашей высокой репутации и нашем высоком авторитете отношения с нашими основными стратегическими партнерами, это США, Европейский Союз, НАТО и Украина в том числе, потому что Украина становится очень серьезным политическим драком и в Европе, и не только в Европе, и глобально можно сказать, потому что фактически это де-факто восьмой член группы семи. Мы это видим. Валер, у нас вообще уже не осталось времени, тем не менее, я не могу тебе не спросить про Лаврова, про его комментарии по Грузии и по поводу того, что была договоренность антитеррористический центр создать, типа того, грузины нас кинули, мы их за это наказали, грубо говоря. Ты был тогда в системе Министерства иностранных дел, какое-то время ты был и министром финансов, но все равно был, что называется, в системе власти, наверняка все это видел, слышал и через тебя проходило. Что это за заявление, насколько оно релевантно? Ну, слава богу, есть люди, которые, это не только господин Лавров, но есть люди, которые принимали участие в этих переговорах, очень хорошо знают, понимают и помнят развитие переговорных позиций и так далее. Я очень хорошо это помню, ну, я не удивляюсь тому, что в том положении, в каком оказывается господин Лавров, ему постоянно приходится передергивать факты и освещать это, знаешь, как, это очень, это очень легко, вроде бы, да, с одной стороны, вот этот предмет, который многомерный, с одной стороны, его высветить, да, действительно, у нас были переговоры по антитеррористическому центру, которые закончились полным провалом, вот, и почему они закончились провалом? Ну, да, это действительно был компромисс, на который тогда грузинские власти шли, потому что для нас была основной задачей вывести российские войска с трех баз, на которых они были, это Батуми, Вазиане и Ахалкалаки. Да, и мы сказали, что окей, да, мы можем, тогда, а что мы получим, а как, ну, у нас есть общие, откуда возникла эта идея? Есть террористические угрозы в регионе, которые направлены против России, против Грузии и так далее, и хорошо было бы нам совместно заниматься этой контртеррористической, антитеррористической деятельностью. Правильная идея? Правильная идея. Давайте, ну, мы выводим войска и будем думать над этим, будем хорошо, поработаем и так далее. То есть, начались переговоры вот с этих позиций. Но потом оказалось, что мы совершенно разные вещи имеем в виду, философский разный был подход совершенно. потому что мы, наша сторона грузинская говорила о том, что мы представляем себе антитеррористический центр как исследовательский, аналитический центр, прежде всего, где быстро будут сидеть там 10-15 интеллектуалов с грузинской стороны, с российской стороны. Это будут люди, которые вместе будут анализировать контртеррористические угрозы в регионе, в отношении России, Грузии и так далее, работать вместе и вырабатывать совместные рекомендации и правительству Грузии и правительству России, как нам совместно можно бороться с этими террористическими угрозами. Вот это и есть антитеррористический центр, который никакой не подразумевал экстерриториальности, принципы экстерриториальности, которые действуют в отношении БАС, например. А наши российские партнеры, переговорщики, они считали, что это должен был контртеррористический центр, которым должны были управлять российские военные специалисты, грузинские специалисты только частично должны были быть допущены каким-то компонентом деятельности этого центра, но это мощный такой центр, который бы управлялся российскими специалистами, который должен был опираться на мощное вооруженное формирование где-то до тысячи человек, которые тоже подчинялись России. То есть фактически это была такая другого характера, но та же самая военная база. завести специально водоотношения завести, который будет один из них. Мы объясняли, что этот принцип экстерриториальности и такого рода военная база новая, которую вы хотите назвать совместным антитеррористическим центром, это является не совместным и не антитеррористическим. А это совершенно другая философия вопроса. И понятное дело, что при таком разном прочтении философии и как это должно было функционировать, эти переговоры просто были обречены на провал. А так мы были готовы создать этот, если бы мы не только об Адуме говорили, мы говорили, что можем это и в Тбилиси создать, и в другом месте, но философия должна быть совершенно другая. Ну, как я объяснил. Поэтому сейчас это передергивать, и да, много времени прошло, почти 20 лет с этих переговоров, но слава Богу, есть люди, которые помнят, как это все происходило. Не думаешь, что в МИДе есть какие-то люди, которые помнят это, как это все происходило. Хотя нет, есть эти люди, правда, они там не в аппарате МИДе сегодня работают, а работают в исследовательском центре, который находится при МИДе. Да, Ливана Микеладзе, например, это посол Михаилу Клеба, посол Мирабантадзе и так далее, которые там работают, и, к сожалению, это тоже проблема. Их большой потенциал не востребован сегодня в Министерстве войны. Если бы таких опытных дипломатов и людей, которые там в этом здании находятся, хотя, думаю, что они не должны находиться в цокольном этаже там, им гораздо более серьезная может быть функция придана. Есть эти люди, которые это все прекрасно помнят и так далее, и сегодня ввести заблуждение грузинской общественности с Лавровым этими своими умозаключениями и так далее не удастся. Ну, понятно, остатки авторитета человек теряет на международной арене, потому что вынужден защищать позицию, которая априори вообще не может быть никак защищена. Это понятно. мы с тобой обязательно обсудим то время и то, что происходило, потому что это необходимость, потому что тогда закладывалось то, что потом стало реальностью. Всегда прошло, прошло, чтобы закладывается основы будущего. И вот сейчас мы подходим к концовке и квинтэцензии нашей передачи. Во-первых, я хочу спросить, знаком ли ты, может быть, знаком лично с Луисом Бону? С кем? Луис Бону. Нет. Дипломат американский. Это новый представитель США на Южном Кавказе. Человек, который в атомной энергетике. Он нет, он карьерный дипломат, он очень опытный и так далее. Но я уже в нескольких интервью выразил разочарование при всем моем уважении к господину Бону, которого я не знаю. Если бы это был бы Карпентер, Карпентер это действительно политическая фигура крупная. А Бону это именно бюрократ. Хороший, профессионал и так далее и так далее. Но американцы назначая предназначение по-моему даже Блинкен или кто-то или Донфрид я не помню кто-то из них или сказали следующую вещь, что в общем-то да, мы назначаем представителя, но основной акцент будет делаться на двусторонних переговорах. А двусторонние переговоры площадка скорее всего будем мы. вот после того, что мы с тобой договорили на 40 больших коррестантов. Какую-то видишь перспективу Грузии в качестве площадки, в качестве, ну площадка даже не только мы, мы тоже с тобой будучи здесь на канале, да, мы тоже с тобой в какой-то степени площадка, да, в Азербайджанной Армении. Какую-то видишь вообще нашу перспективу обретения места не просто понятно, что география диктует, но и места в общем-то в регионе какого-то на фоне всего того, на фоне всех наших родовых проблем или послеродовых. Значит, Гела вынужден вернуться к основам, потому что потенциал в системе международных отношений для каждого государства создается его, качеством его внешней политики, которая определяется вот этими тремя основополагающими принципами, которые преподаются на первом курсе, да, специалистам по международным отношениям. Это sustainability, continuity and predictability. Последовательность, преемственность и прогнозируемый характер внешней политики. Чем понятнее и чем прогнозируемыми твоя политика, чем больше опирается на эти принципы, тем больше тебя уважают и твои партнеры, и твои оппоненты. И, соответственно, твой ресурс и потенциал на внешнеполитической арене расширяется, утверждается, соответственно, расширяется поле для маневра принятия внешнеполитических решений, в том числе, для твоего государства. И, как часть этого процесса разрастает твой потенциал в данном случае и как возможные площадки для каких-то переговоров. А теперь получается, что у нас геополитический, да, эта площадка, это, естественно, мы, тем более, в отношении наших двух соседей, Армении и Азербайджана, просто логистический, да, и просто по тому качеству отношений, которые у нас есть и в отношении с Азербайджаном, нашим стратегическим партнером, и, значит, в отношениях с Арменией, которые являются, которые у нас отношения партнерские, добрососедские, да, и дружеские. И, естественно, с Азербайджаном дружеские, отношения стратегического партнерства, основанные на многомерных, многоплоскостных интересах и так далее. Вот. Поэтому это наше естественное положение. Вот. Но если бы это было подкреплено тем, что я сказал раньше, в отношении там принципов внешней политики и так далее, это было бы совершенно другое измерение, совершенно другое качество. Теперь, несмотря на это, надо ли нам говорить о том, что да, мы сторонники, во-первых, последовательной, значит, последовательной формата сотрудничества и, соответственно, как части вот этого трехстороннего формата являемся мы подходящей платформой для армяно-азербайджанских переговоров. Да, мы это должны делать. Программа надо, да. Делает ли это грузинское правительство? Да, оно пытается это делать. И это делал, в частности, мы говорили с тобой об этом, премьер Иракли Харибашвили в Ереване. Он продвигал эту идею мирного, платформы мирного соседства. Надо ли над этим работать дальше? Да, надо, но можно ли, будет ли она эффективна в отрыве из общего контекста нашей внешней политики на более, так сказать, глобальном уровне? Нет, она не будет эффективна. Она будет гораздо эффективнее, если наша политика в отношении стратегических партнеров, в отношении этой варварской войны, которую ведет Россия в Украине, если она будет более последовательной, более понятной для наших стратегических партнеров, более для них ценной, со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Ну, Валера, во-первых, я хочу попросить тебя прощения за то, что задержал тебя настолько. Мы действительно сильно перепрошены. Серьезно. Ну, это уже не оригинально. Это мы с тобой делаем каждый раз. Я боюсь все время, что мы будем, что мы, в конце концов, надоест нашим. Мы всегда просим прощения у зрителей. Это разная вещь. Я у тебя. Мне было очень интересно, Гела, с тобой, поэтому давай вместе попросим прощения у наших зрителей за то, что мы так долго отвлекали их от важных дел в этот субботний вечер. Надеюсь, что им было интересно, они не пожалеют подрочного времени. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Верим в СССР и славу Украине. Героям слав. Спасибо.